Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Абонент доступен». В студии работают Анна Смирнова. Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев. И с нами на прямой связи сегодня российский экономист Дмитрий Травин. Дмитрий Яковлевич, здравствуйте. Добрый день. Телефоны прямого эфира в нашей студии 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Код плюс 371 для тех, кто звонит из-за рубежа. Номер WhatsApp 230-6191. Дмитрий Яковлевич, в августе 92-го года в России стартовала ваучерная приватизация. Вы как экономист, как можете оценить сегодня то, что было тогда, эту реформу? Я бы сказал, не ваучерная приватизация, а массовая приватизация. Дело в том, что ваучер был самым известным элементом этой системы, но на самом деле он оказал не очень большое воздействие на приватизацию. В основном предприятия отходили трудового коллектива. Владельцы ваучеров дополняли, что ли, владельцев рабочих трудовых коллективов. Поэтому массовая приватизация прошла за два года, до середины 94-го года. Основная масса предприятий перешла людям, которые на них работают. Но, естественно, красные директоры, которые этими предприятиями руководили, нашли возможность потом либо сами перекупить значительную часть акций, либо способствовали тому, что какие-то инвесторы приходили на это предприятие и только покупали акции у работников. Понятно, что когда человек не получал зарплату, либо получал очень маленькую зарплату, либо ему задерживали зарплату, он готов был от акции избавиться по очень низкой цене. Но в целом приватизация прошла, и предприятия стали доступны для инвестиций. Конечно, да-да. Что можно назвать итогом этой приватизации? Возникла частная собственность. Правда, потом уже при Путине у нас такая пошла, что ли, ползучая национализация. Все больше частных предприятий стали тем или иным образом опять отходить государство. Поэтому я бы сказал, что Россия не воспользовалась по-настоящему возможностями, которые приватизация создала. Но возможностей было больше, чем то, что мы реально добились. Можно ли говорить о том, что именно этот процесс привел к образованию олигархии в России, олигархии 90-х годов, триклассической, когда олигархи, по сути, управляли страной? Нет, вот абсолютно нет. Это были просто разнонаправленные процессы. Мы только что говорили о том, что собственность отдавалась трудовым коллективам на очень любопытные для этих коллективов условия. Скорее, если бы хотели инициаторы процесса приватизации создать олигархический капитализм, то они бы делали по-другому. Они бы продавали предприятия за реальные деньги тем, кто этими деньгами обладал. В итоге, правда, все равно владельцы денег перекупали акции у трудовых коллективов и ваучеры скупали у людей. Но это как раз был процесс, осложняющий создание олигархического капитализма. А если говорить о том, почему у нас возник вот такой капитализм, как сегодня, я бы сказал, что его скорее надо было бы называть не олигархическим, а полигархическим. Потому что наши олигархи – это правящие Россией политики и их друзья. То вот такого рода капитализм возник уже в путинскую эпоху, когда из экономики устранилась конкуренция, и когда, самое главное, из политики устранилась конкуренция, и люди, связанные с властью, смогли захватывать собственность в неограниченных количествах. Так что это именно следствие неприватизации, а, я вот так бы сказал, это следствие неприватизации собственности, а, как иногда говорят мои коллеги-политологи, приватизации государства. Российское государство захватили в свои руки люди из очень узкой группы окружающих. – Экономист Анатолий Чубайс тогда стоял во главе госимущества, и он даже агитировал тогда, согласно источникам, даже придумал рекламную акцию, что за ваучер можно купить две «Волги». Как вы его фигуру оцениваете, его роль в этой истории? – Ну, я не думаю, что кто-то мог бы привести приватизацию лучше, чем Чубайс. Смотрите, проблемы приватизации с чем связаны? Во-первых, приватизировать лучше, чем не приватизировать, потому что мы видим сегодня по некоторым остающимся в государственной собственности российским компаниям, что эти компании просто разворовываются их менеджерами, чиновниками. Так что приватизация в любом случае лучше, чем оставлять собственность в руках государственных чиновников. Как можно было бы приватизировать? Ну, два основных способа. Способ первый – это продавать за деньги. Это, конечно, самый лучший способ приватизации с точки зрения развития рыночной экономики. Но он бы, конечно, в России способствовал созданию олигархического капитализма. Вот ваш вопрос именно к этому относится. А во-вторых, продажа собственности, особенно в такой большой стране, как Россия, это процесс на десятилетия. Потому что каждое предприятие надо оценить. Причем продавать нельзя до тех пор, пока не возникнет реальный рынок. Продавать можно только на рынке. Маленькая Венгрия – это очень долго продавало свою собственность. А в России этот процесс шел бы очень долго. И я думаю, что как-то государство расхитило бы все до окончания процесса приватизации. Так что, в общем, Чубайс выбрал компромиссный вариант. Он постарался приватизировать как можно быстрее. И в пользу трудовых коллективов. Ну, в общем, это, конечно, плохо, что в пользу трудовых коллективов. Но это лучше, чем не делать ничего. Проблемы российской экономики и политики связаны не с приватизацией. Еще раз хочу подчеркнуть. У нас есть десяток других проблем, политических и экономических, из-за которых Россия развивалась довольно плохо в 90-е годы и перестала вообще развиваться. Вы согласны с тем, что эта проблема является то, что Россия находится на нефтяной игле, точнее, находилась на нефтяной игле, когда при Ельцине это еще были совсем небольшие деньги, при Путина был резкий рост цены на нефть. И, соответственно, оставаясь заложником, Россия не развивалась в экономическом смысле. Это справедливая оценка? Конечно, совершенно верно. Из того десятка проблем, которые можно перечислить, будем считать, что мы перечислили одну из, упомянули одну из важнейших. Почему? Да, Россия сидит на нефтевой и газовой игле, и просто, короче, в стране люди собирают РЕНТУ с этого дохода. Ну, много, конечно, и народу перепадает. В нулевые годы российские граждане просто приедали эту РЕНТУ. Доходы населения тогда возрастали. Ну, а когда цены на нефть перестали расти, перестали расти и доходы населения. Последние несколько лет фактически они не растут, даже снижат. Некоторое время. Ну, вот, к этой проблеме можно еще добавить штук 9 проблем, и мы получим картину российской экономики. Почему, на ваш взгляд, личность Анатолия Чубайса стала в России, ну, Чубайс, имя его стало именем нарицательным, потому что, когда он был у Владимира Познера, Познер спросил, как вам живется с этим ощущением, такой всеобщей нелюбви, и он сказал по-разному. То есть он это тоже ощущает. Почему Чубайс стал олицетворением зла в представлении, ну, многих, скажем так, россиян? Не только Чубайс, я думаю, что не меньше Чубайса у нас ругали Ельцин и Гайдара. То есть ругали тех людей, которые проводили экономические реформы, рыночные экономические реформы. Почему это произошло, объяснить нетрудно. Ну, вот смотрите, Советский Союз к 91-му году, это примерно на четверть военно-промышленный комплекс. Это создавалось, вот такая экономика создавалась еще с остальными войнами. Причем в некоторых республиках Советского Союза роль военно-промышленного комплекса была меньше, а в России она была очень большая. Насколько я понимаю, в Латвии, в общем, тоже военных предприятий хватало, но я не эксперт по вам. Ну, вот смотрите, если страна переходит к рыночной экономике, то сокращается государственный спрос на военную продукцию и на продукцию отраслей, которые с ними связаны. На различного рода станки, на уголь, на металл и так далее. Раз сокращается спрос, то значительная часть людей, которые раньше работали в этих отраслях, либо остаются без зарплаты, либо зарплату им выплачивают огромными надержками, как было у нас в 90-е годы, либо даже если люди нормально зарабатывают, у них падает статус. Скажем, научный работник или инженер военно-промышленного комплекса в Советском Союзе был уважаемым человеком. И он сам себя уважал. А в условиях рыночных реформ ему говорят, слушай, парень, ты, конечно, умный ученый, хороший инженер, но вообще-то ты наклебник. Военно-промышленный комплекс ничего не создает. Он пожирает ту экономику, которую создают предприятия, работающие на рынке. Ну, вот как себя будет чувствовать профессор в военно-промышленном комплексе работающий или инженер в военно-промышленном комплексе работающий. Естественно, он будет ненавидеть Чубайса, Гайдара и Ельцин. Вот такие реформы. И вот получается, что военно-промышленный комплекс проиграл от рыночных реформ. Люди стали не любить Чубайса, Гайдара, Ельцин. Работники еще целого ряда отраслей перейдрали от этих реформ, тоже перестали любить реформаторов. Это, в общем, понятный процесс, другого и трудно было ожидать. Такого рода вещи проходят с поколениями. Я думаю, что со сменой одного-двух поколений историки просто напишут нормальные работы, рассказывающие о том, что было удачно в рыночных реформах, что неудачно, что было удачно в приватизации, что не очень хорошо пошло. И отношение в России к реформаторам 90-х станет несколько менее личностным, менее эмоциональным. Те, кто захотят всерьез разобраться в том, что происходило в телевизорские годы, будут достаточно объективной айтанцией. И фразу во всем виноват Чубайс? Фразу во всем виноват Чубайса будут? Я думаю, что эта фраза останется в небольшом количестве исторических исследований, может быть, в каких-то учебниках. Я думаю, что Чубайса вообще меньше будут помнить, чем Ельцина и Гайдара. Потому что все-таки в первую очередь реформы связаны с президентом, который тогда возглавлял страну, и с человеком, который их инициировал, с Игорем Гайдаром. У нас звонок, да. Здравствуйте, слушаем вас. Добрый день, Александр. Да, слушаем. Вы знаете, вы напрасно надеетесь, что Чубайса забудет. Все надеетесь, что Сталина тоже забудут. Но что-то не забыли. Я хотел бы вопрос к вам. Процитируйте, пожалуйста, что сказал Чубайс о 30 миллионах, которые не впишутся в рынок. И что каждое приватизированное предприятие – это гвоздь, крышку гроба коммунизма. И не морочьте голову реформами. Я мог бы еще так сказать процитировать. Да, Александр, вопрос у вас какой? Ну, вопрос я ему сказал уже. Да, мы вас поняли. Давайте без реплик, у нас мало времени. Прокомментируйте. Да, ну, вопроса по сути не было. Мне предложили процитировать какую-то чушь. Я не знаю, что Чубайс говорил о 30 миллионах. Александр должен был бы, наверное, сам процитировать. И самое главное – привести источник. Потому что в интернете много вранья распространяется. Я достаточно серьезно изучал то, что говорил Чубайс. Не знаю, что он говорил в отношении 30 миллионов граждан. Вы привели цитату относительно Волги. Это правильно. Вот эта цитата была доступна. Не самый лучший пиар-ход со стороны Чубайса. Относительно сравнения Чубайса со Сталином – это, конечно, чушь. Сталин – преступник. Сталин руководил страной, и это привело к созданию ГУЛАГа. К тому, что множество людей попало в Магия. И к тому, что тысячи людей были растут. Чубайс вместе с Гайдаром и Ельцином проводил рыночные реформы, которые России очень были нужны. И то, что сегодня в России худо-бедно рынок работает, это, конечно, следствие того, что тогда рыночные реформы были приняты. Кстати, один из реформаторов, Петр Авин, написал недавно книгу «Время Березовского», в котором анализирует фигуру Бориса Абрамовича. Вот на ваш взгляд, 90-е можно назвать временем Бориса Березовского? Или это такое художественное преувеличение? Эту книгу я читал. Книга хорошая. Вот из нее я время от времени привожу цитаты. Нет, конечно, «Временем Березовского» я бы 90-е не назвал. Это гораздо более сложная эпоха, и я вообще не знаю, можно ли с какой-то одной фигурой их ассоциировать. В целом, от книги Авина у меня двойственные впечатления. С одной стороны, это потрясающий источник информации для ученых, которые исследуют 90-е годы. Вот если кто-то из молодых людей сейчас думает о том, чтобы описывать экономические преобразования в России, эту книгу я назвал бы в числе 10 самых лучших источников. Ее надо просто штудировать вдоль и попереду. Но Авин, мне кажется, сделал не очень хорошую вещь. Но это касалось уже не 90-х годов, а 2000-х. Авин слишком много различные проблемы, возникавшие в России, сводил к людям типа Березовского. Это неверно. Это абсолютно неверно. Я думаю, Авин сам это понимает. Большая часть проблем, которые сегодня стоят перед Россией, связана с Путиным и той системой, которую создавать у нас 2000-е годы. Как бы сложные реформы в 90-е не проходили, к концу 90-х, к 99-му году, у нас начался экономический рост. У нас страна обладала все-таки определенным количеством свобод. Возможности для развития были. И то, что страна неплохо развивалась 10 лет после 99-го года, это следствие значительной степени того, что происходили рыночные вифы. Не только высокой цены на нефть и газ, хотя и это тоже надо иметь в виду. Ну, а вот Путин 10 лет поправил страной с 99-го по 2009-й, и Россия практически остановилась в жизни. Вот из книги Березовского, из книги Алина создается несколько другое представление. И вот здесь бы я, конечно, Алина поправил. Есть у нас еще звонок. Да, здравствуйте. Слушаем вас. Добрый день. Можно, да, сколько угодно увидеть кружева вокруг приватизации экономических реформ России, которыми они не являются. Но всегда Китай, который является крупнейшей экономикой мира уже на сегодняшний день, даже по сравнению с США, и который не проводил никакой приватизации никаких экономических капиталистических реформ и прекрасно себя чувствует. Что может ваш гость ответить на это? Спасибо. Спасибо. К сожалению, ваш слушатель совершенно не прав. В Китае с эпохи Дэн Сяопина, с 1978 года, начались очень серьезные реформы рыночного типа. В основном в двух направлениях. Первое – в сельском хозяйстве. Но в сельском хозяйстве, я бы сказал, это было примерно как введение новой экономической политики большевиками в 1921 году. Были ликвидированы коммуны, и крестьяне стали производить продукцию и продавать продукцию на рыночных начинках. Это подняло сельское хозяйство. Во-вторых, были созданы зоны, в которые активно стал привлекаться иностранный капитал. Но понятно, если приходит иностранный капитал в Китай, то это, конечно, рыночная экономика. Именно в этих зонах начался серьезный подъем рыночного хозяйства в Китае. И именно за счет этих предприятий Китай в первую очередь начал развиваться. Государственные предприятия плохо реформировались. И тот успех, который Китай сегодня имеет, связан именно с преобразованиями в рыночных зонах. Потом постепенно преобразование потри в окне Китая. И сегодня в Китае огромное число либо частных предприятий, работающих на абсолютно рыночных условиях, либо предприятий таких квази-частных, которые находятся формально под контролем местных властей, но реально функционируют тоже как частные. Так что Китай – это пример, очень успешный пример рыночной экономики при формальном сохранении коммунистической партии во главе страны и формальном сохранении коммунистической идеологии. Китай – менее социалистическая страна, чем большинство стран современной Европы. В Китае практически нет социалистической гарантии. Там нет нормальной пенсионной системы, которую государство бы создавало для широкого числа граждан. Там появляются пенсионные системы, но там нет гарантии пенсионного обеспечения, скажем, для христиан. В любой европейской стране, которая считается капиталистической, пенсионное обеспечение существует. В Соединенных Штатах оно существует. То есть Китай под маркой коммунистической идеологии построил, ну, как иногда говорят, такой звериный капитализм. Тот, кто выживет, тот выиграет. Кто не выживет, ну, пусть существует как угодно. Ну, вот так бы я ответил на эту вопрос. Да, у нас еще есть звонок. Здравствуйте, слушаем вас. Добрый день. Вот, будьте любезны, хотелось бы очень так упрощенно, вы понимаете, такими мазками, коротко определить вот структуру этих реформ. Один получил мефцы, другой газ, третий днитель и так далее. И вот все эти, которые получили, ведь они оказались очень недовольны. Они, вы их представили, вы их представили, что они получили те то, что что-то им не хватает. И вот как вы, как вы, как вы, как вы, сейчас не можете оценить ситуацию в России, что те, которые недовольны все, низы, верхи... Да, какой у вас вопрос, очень мало времени. Да, вот эти верхи, они будут сейчас идти по пути передела, вот свое недовольство реализовать в политическом и экономическом перевороте. Да, спасибо, мы поняли вас. Ну, там совсем не так было, конечно, как радиослушательница сказала, что один получил нефть, другой газ и так далее. Но все это происходило гораздо сложнее. В двух словах я уже рассказал в начале нашей беседы о том, как осуществлялась массовая приватизация. Но обо всем уж, извините, не расскажу. Времени действительно мало. Передел, ну, частично происходит, скажем. Мы можем увидеть, что сегодня гораздо большую роль с идеей олигархов в России играют люди, связанные с путинской командой. Некоторые олигархи, которые в 90-е годы разжились, они уже где-то на вторых рамках. Но какого-то большого передела в собственности я не ожидал. В принципе, все олигархи 90-х так или иначе сотрудничают с путинским режимом. Проблемы возникли у Березовского, который активно выступал против Путина. Проблемы возникли у Ходорковского, который против Путина не выступал. Но там долго рассказывать, почему, собственно, его посадили в 2003 году. А так, в принципе, Россия сегодня управляется понятным способом. Власть дает бизнесу зарабатывать деньги. Бизнес при этом должен отдавать часть этих денег представителям власти. Либо формально, либо неформально. На какие деньги у нас, допустим, проводятся дорогостоящие предвыборные кампании партиями власти? Понятно, это все от бизнеса идет в том или ином виде. На какие деньги у нас существуют так называемые тролли, которые гадят в интернете и пишут мерзкие комментарии к людям, которые хотят критиковать путинский режим? Они существуют на деньги российского бизнеса, который вот так или иначе перекачивается в так называемые фабрики Путина. Так что бизнес с властью, в общем, более-менее договорится. Хотя, я думаю, среди бизнесменов есть много людей, которые в узком кругу, когда их слышат только близкие друзья, говорят, что они хотели бы другой политической системы. Но бороться за передел собственности, за разрушение путинской системы, конечно, бизнес не стали. Можно ли сказать, что приватизация в каком-то смысле сформировала у некоторых россиян отношение к так называемому либеральному кругу, к либеральному кругу людей, так как они были инициатором непосредственно этой реформы? Ну, я бы сказал, что не приватизация, а вообще рыночные реформы, естественно, сформировали отношения к либерализму. Но я здесь могу в двух словах только повторить то, что мы говорили в начале. Естественно, если значительная часть людей в краткосрочном плане от рыночных реформ проиграла, то как они будут относиться к либералам, которые их проводили? Конечно, плохо. Но, с другой стороны, а где, в какой стране мира либералы управляют? Где к ним хорошо относятся? Во всех европейских странах фактически существуют социалистические и социал-демократические механизмы управления экономикой. Огромная доля волового продукта перераспределяется через бюджет. Всюду существуют социальные системы. Либеральные партии на выборах обычно занимают какое-нибудь третье-четвертое место. Так что Россия в этом плане не исключение. Но, конечно, надо сказать, что у нас к либералам относятся все-таки хуже, чем в тех странах, где, по крайней мере, либералов не травят специально с помощью государственных средств на сфере информации. В России травят. Как вы считаете, сейчас, если говорить о политике, подразумевается, что она концентрирована и, может быть, закольцована на фигуре Владимира Путина. С экономикой та же история? То есть, один человек, по сути, сейчас определяет все? Ну, то есть, или является вот этой главной доминирующей фигурой, без которого система работать не будет? Или это некое привлечение Путина можно заменить? Смотрите, вы, по сути дела, задали два вопроса и два очень разных вопроса. Можно ли сказать, что вся система крутится-вертится только благодаря Путину? Нет, конечно. У нас рыночная экономика, и то, как работает экономика России, зависит прежде всего от рыночных ночев. Если, скажем, резко падает рубль, то в экономике происходят большие перемены, вне зависимости от того, хочет Путин этого или нет. Второй вопрос. Может ли российская экономика измениться? И можем ли мы слезть с той самой нефтяной иглы, о которой вы сказали в начале программы? Вот можем ли мы провести какие-то реформы и сделать нормальное развитие экономики? Нет, не можем, потому что в России персоналистский авторитарный режим. Роль Путина и его окружения огромна, и эти люди никаких серьезных реформ не хотят. Вспомним недавнюю историю, когда Путин заказал экономическую программу Алексею Куду. Или вспомним более давнюю историю, когда Путин заказал экономическую программу большому числу экономистов, и была написана программа так называемая 2020, то есть как реформировать экономику до 2020 года. Но ничего ни из той, ни другой реформы реально не стали осуществлять. То есть Путин может время от времени заказывать какие-то реформы, но реально менять ничего не хочет. Поэтому я думаю, что пока Путин управляет Россией, российская экономика будет находиться в состоянии стагнации. Может быть небольшой экономический рост, но не очень существенный для населения без сильного роста реальных нахождений. — Роль ВПК, военно-промышленного комплекса, потому что сейчас много говорят об усилении армии, разработках новых видов вооружения. Ну, ЧП под Северодвинском, например, которое частично замалчивается, но тем не менее уже попало и в западные СМИ. Ведь огромные деньги тратятся сейчас на оборону. Какую роль может сыграть усиление ВПК, учитывая, что есть мнение, что это стало одной из причин развала Советского Союза, когда уже не могли тянуть эту большую военную машину? — Я бы сказал, что усиливается не ВПК, а роль людей, которые управляют силовыми органами. ФСБ, Росгвардия, Следственный комитет, прокуратура. Вот эти люди, конечно, большую роль в управлении России играют. Военно-промышленный комплекс не такую уж большую роль играет, потому что, конечно, Путин не верит, что страны НАТО нападут на Россию. И то, что рассказывается об усилении вооружения в России, это, мне кажется, в значительной степени нюхо. Я не думаю, что Путин реально пытается создать столь же дорогостоящую систему вооружения, как та, что была в Советском Союзе. Тогда просто перестанут воровать, если все пустить на развитие военно-промышленного комплекса. А мне как-то не верится, что люди, управляющие Россией, перестанут воровать. Вот, таким образом, на военно-промышленный комплекс пытаются выделять больше денег, чем раньше. Но поскольку экономика развивается плохо и денег нет, то военно-промышленный комплекс тоже недополучает в сравнении с тем, что хотел бы получиться. Вот такая судьба военно-промышленного комплекса. То скакнет немножко вверх, то снова его окутят вниз. Вот, собственно, и все. То есть, это в большей степени имиджевая история? То есть, такой блеф получается? Ну, в развитии военно-промышленного комплекса не только имиджевая история. Я бы сказал, что создание имиджа возможно вообще без развития военно-промышленного комплекса. Достаточно показать всякие мультфильмы с ракетами, летящими из России в Соединенные Штаты, и люди будут думать, что у нас сильная армия. Можно присоединить Крым к России, и люди будут думать, что Путин готов восстанавливать Советский Союз. При этом военно-промышленный комплекс может оставаться довольно слабым. Но, конечно, Путин какое-то время хотел увеличивать вложение в военно-промышленный комплекс. Можно ли для того, чтобы получить поддержку работников военно-промышленного комплекса? У нас даже есть такой Уралвагонзавод из Нижнего Тагила, который стал символом того, как рабочие военно-промышленного комплекса поддерживают Путину. Но в последнее время, кстати, про этот завод почти ничего не слышно. Я бы сказал, что, знаете, вот есть такой хороший американский фильм, довольно старый. Я не помню, как он, по-моему, он называется «Плутовство», а в российском варианте его называют «Хвост беляет собаками». Как-то так. Это фильм о том, как два политтехнолога в Америке придумали войну с Албанией, которой на самом деле не существовало. Но они показывали ее по телевидению, и вся страна веяла в то, что есть война. Блестяще играют Роберт Де Ниро и Дастин Хофф. Вот путинская война примерно такая же. Ее показывают по телевизору, и люди думают, что Россия становится все крепче и крепче. Еще звонок у нас. Здравствуйте. Как вас зовут? Извините, Александр, маленькое дополнение. Вот вы сказали, что я сказал чушь по 30 миллионов. Вот я специально нашел слова Владимира Поливанова. Когда он пришел в госком имуществе, он сказал, Чубайс заявил мне открытым текстом, что вы волнуетесь за этих людей. Ну, вы варят 30 миллионов. Они не вписались в рынок. Не думайте об этом. Новые вырастут. Слова Владимира Поливанова в госком имуществе. А вы говорите чушь. Да, но это же не выслышали. Ну, хорошо. Понятно. Наглая, циничная врань была. Подлая врань была. Значит, нормальная цитата означала, что вот где-то зафиксировано, что Чубайс это сказал. Не с третьих слов. А либо Чубайс это сказал по радио, по телевидению. Можно показать ролик. Либо где-то это написано в статье какой-то. Вот это нормальная цитата. Знаете, вот вы, Александр, потом будете при меня рассказывать, что экономист Дмитрий Травин хочет убить 30 миллионов человек. Ну да, вы можете что угодно придумать. Что касается Поливанова. Поливанов, насколько я понимаю, пришел в госком имущество. Это была ошибка в кадровом подбое. Его довольно скоро выгнали в госком имущество. Поливанов не относился к команде Чубайса. После этого, понятно, что Чубайс мог что угодно сотрудить. Ну, какие угодно подлости могут придумать люди, типа Поливанова. Так что не слушайте всякое время. Еще у нас звонок. Здравствуйте, слушаем вас. Добрый, еще раз константинный короткий вопрос. Мы знаем, да, про Ходорковского он был, он был единственным значимым конкурентом Путина. Но мы также знаем, что его сняли с самолета со три дня до того, как он должен был отдать 40 с лишним процентов эти добычи в западное управление. Вот, окей, вы зачем вините оппозицию Путина? Ну, хорошо, Путин – зло вселенского масштаба. Завтра Путина нет. Вот что в вашем представлении, и кто, и как должен что делать в России? Вы все говорите, что Путин должен уйти, но никто не говорит, что после этого делать. Да, мы поняли вас. А прежде чем я отвечу на вопрос, можно я вам задам вопрос? У вас звонки из Латвии или из России? Из Латвии. Из Латвии. Хорошо, спасибо, понял. Теперь отвечаю на вопрос. Я не знаю, что будет, когда произойдет демократизация. Я не ясновидящий, я не шарватан-пророк какой-нибудь. Я сужу о том, что Путин управляет Россией 20 лет. За это время Россия вошла в экономическую стагнацию. Если бы у нас были настоящие выборы, я бы с удовольствием проголосовал против Путина за какую-нибудь серьезную альтернативу. Ну, скажем, на выборах, в которых участвовал бизнесмен Михаил Прохоров, я голосовал за Прохорову против Путина. Хотя Прохоров мне, честно говоря, тоже не нравился, но все-таки это лучше, чем Путина. Так что еще раз скажу, я не знаю, что будет. Но я считаю, что демократия – это механизм лучше, чем авторитарное управление. И если страна начинает демократизироваться, у страны появляется какой-то шанс на нормальное развитие. Думаю, после Путина, если начнется демократизация, выход России из кризисной ситуации будет очень тяжелым и, наверное, долгим. Я не верю в то, что можно легко исправить то, что в России было сделано за последние 20 лет. Но если мы не начнем осуществлять перемены, то деградация России будет очень тяжелой. И, возможно, я в это не очень верю, но исключить это не могу, возможно, Россия в какой-то момент может стать по-настоящему опасной страной для своих соседей. Потому что сегодня Россия не опасна. Сегодня Россия контролирует свои ядерные вооружения. Россия не пытается вторгаться в страны НАТО, число которых относится Латвия. Но если в России будет тяжелый экономический кризис, хаос, голод и что-нибудь такое, я не поручусь за то, что правители России не попытаются устроить какие-нибудь страшные провокации. Так что я очень надеюсь, что нормально демократизм. Еще у нас есть звонок. Слушаем вас. Алло. Да, как вас зовут? Добрый день. Звонок из Риги. Да. Это вашему гостю, да? Значит, у меня, честно говоря, такой вопрос. Господин хотел бы, чтобы к ним вернулся танцующий Ельцин или раздающий направо, налево всю страну Горбачев. Вот просто вопрос. Кто из руководства, начиная с Николая II до сегодняшнего дня, был угоден людям, которые считают себя либералами в любое время? Спасибо. 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 Ну, видите ли, вопрос прямо противоречит тому, что я сказал при ответе на прошлый вопрос. Я сказал, что я бы хотел в России видеть демократию. То есть это не означает, что я хочу назначить какого-то правителя, там, Ельцина или кого-то еще. Ведь демократия побеждает на выборах не тот, кого хочет Дмитрий Правин или кто-то другой, а тот, кто побеждает на выборах. Что касается Ельцина, это далеко не тот правитель, который мне нравится. Хотя, конечно, Ельцин управлял Россией лучше, чем Путина. По крайней мере, при Ельцине были те реформы, которые России были нужны. И все-таки такого воровства, как сегодня в путинской России, нет. Кто сможет победить на выборах после Путина, я даже гадать не берусь. Потому что я думаю, Путин будет править еще Россией очень долго. Мне, честно говоря, кажется, что в том или ином виде он будет править Россией пожизненно. Он не хочет уходить от власти. Как это юридически будет оформлено, пока не знам. Так что, если Путин еще лет 20 будет править Россией, то как мы можем сейчас предсказывать, какого конкурента Путину мы хотели бы иметь на президентском посту? А что касается хороших правителей для России, я бы сказал, что у России был один великий царь-реформатор. Это Александр II. Это человек, который продвинул Россию вперед, хотя это был не идеальный правитель, и у него было массой недостаток. У России были хорошие именисты. Допустим, Петр Аркадьевич Столыпин, Сергей Юрьевич Вик. Они между собой были в плохих отношениях, но оба были хорошими министрами и многое сделали для развития России. Из людей последнего времени мне нравится Егор Гайдар. Тоже далеко не идеальный правитель, но он провел важные реформы, которые нашей стране были нужны. Но понятно, гадать бесполезно, кто мог бы сменить Путина и сделать какие-то позитивные преобразования на президентском посту. Ну что ж, спасибо, что нашли время и вышли в прямой эфир программы «Абонент доступен». Российский экономист Дмитрий Травин был гостем программы. Спасибо вам, всего доброго и до свидания. Спасибо, всего доброго.